Сын Олеси Чернухиной родился весом 2 килограмма 300 граммов. Ребенка с малой массой тела для того, чтобы спасти, пришлось поместить в кювес. Там такие условия, прибор дает тепло, там также плюс ко всему идет дыхание, улучшает. Сейчас ему 5 месяцев, 8 килограмм, то есть у него по всем показаниям идет плюс. То есть все улучшение, набор веса нормальный. Матвей стал одним из первых маленьких новокуйбышевцев, которые выросли при помощи аппарата, подаренному роддому, Союзом машиностроителей России. Сегодня первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны Владимир Гутенев поздравляет маму с тем, что ребенок растет здоровым. Удачи, больше детей и мальчиков и девочек, пусть ваш муж не ленится, потому что демографию надо решать. Решать нужны и другие проблемы. Условия работы новокуйбышевских медиков теперь соответствуют нормативам. Введено в строй реконструированное четырехэтажное здание поликлиники городской больницы. В ее стенах теперь располагаются кабинеты специалистов и лаборатории, которые прежде ютились в двух старых зданиях в разных частях города. Но зарабатывают в новых условиях медики по-прежнему немного. Руководство поликлиники поясняет, что рост заработка за год составил 96%. Но оклады действительно остались по сути неизменны. Приходится брать дополнительные ставки и надеяться на стимулирующие выплаты. Важна, конечно, стимулирующая часть заработной платы, но она не может составлять 60 или 70%. Я считаю, что зарплата в 3,5-4 тысячи рублей – это просто оскорбительно для такой профессии, как врач. Парламентарий подчеркнул, что многие цифры отчетности по исполнению указов президента в части увеличения заработной платы бюджетников вызывают сомнения.